Доброго времени суток всем! Это проект Коммитс, кость моего сегодняшнего эфира, бизнесмен, журналист, а с некоторого времени и писатель Виктор Елисеев. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пригласили на эфир. Говорить мы с вами, Виктор, будем не о литературе, не о рекламной деятельности, которой вы занимаетесь, а о медиа, о отечественных медиа. И поводом для нашей встречи, для нашего разговора послужил завершившийся на прошлой неделе в Алматы казахстанский медиа-саммит, инициатором которого выступили вы. Отечественная медиа-сфера, на мой взгляд, не испытывает особого недостатка в разного рода собраниях, форумах, конференциях, на которых освещались бы вопросы развития рынка. Что подвигло вас создать, инициировать проведение саммита? Понятное дело, что саммит – это более широкое понятие, более, скажем так, серьезное понятие, чем форум или Курултай, который проходит несколько лет уже у нас в Алма-Ате, на который собираются все эти же люди, которые пришли к вам. Но, тем не менее, какие процессы в казахстанских медиа заставили вас принять решение провести такое масштабное мероприятие, довольно сложное, я так понимаю, с организационной точки зрения, и, наверное, довольно затратное с финансовой. Ну да, во-первых, хотел бы сразу не согласиться с тем, что в Казахстане очень много мероприятий, направленных на медиаиндустрию и защищающих интересы всех участников. Почему? Потому что слово «медиа» и понятие «медиащика» сейчас воспринимается по-разному, и далеко не все понимают основную дефиницию. Кто такие медиащики? Мы, кстати говоря, с этого и начали наш медиа сами, чтобы разобраться с пониманием, кто такие современные медиащики. И раньше медиащиками считались журналисты, представители средств массовой информации, и, собственно, на этом в большинстве случаев дефиниция была ограничена. На самом деле рынок поменялся, среда, в которой мы живем, радикально изменилась, и понятие «медиа» тоже трансформировалось. И, собственно, задача нашего медиа-саммита заключалась именно в том, чтобы показать новые виды медиа, каким образом медиа сейчас живут в гармонии друг с другом, и вообще, кто такие медиащики нашего дня. Ведь, в отличие от всех других мероприятий, мы объединили представителей индустрии совершенно различных сфер с фокусом на две тематики. Это телевидение и интернет, мы его называем digital. Это первое. Касательно участников, я также хочу отметить, что в нашей конференции приняло участие более 46 спикеров, более половины из них были зарубежными. И по качеству этих спикеров, я, честно говоря, не припоминаю ни одну программу казахстанских ивентов в медиа-индустрии, которые могли бы в один день уместить такое количество полезных, на мой взгляд, очень актуальных мастер-классов. Поэтому медиа-саминт сделан для того, чтобы, во-первых, обсудить текущее состояние медиа-индустрии с фокусом на телевидении и интернетах, как я сказала. Во-вторых, определить тренды будущего, потому что мы же понимаем, что определение трендов предполагает реализацию этих трендов в ближайшем полугодии или нескольких лет ближайших. То есть это очень важно, то, о чем говорят на таких мероприятиях. В-третьих, синхронизировать, скажем так, интересы, усилия разных игроков медиа-бизнеса Казахстана. И в целом разобраться, как изменился медиа-бизнес за последние годы и куда мы все вместе там идем в этой связи. Подзаголовок, который вынесен, вернее, дилемма, которая была вынесена в подзаголовок саммита, процесс или трансформация, опять-таки обсуждается уже не первый год. Пускай даже на тех событиях, которые проходят, на Курлтайх, я, по-моему, на последних трех я принимала участие в работе, последних трех Курлтайх, собственно говоря, эти вопросы, они обсуждались. А вот что нового вынес, дал медиа-саммит? Вот помимо, конечно, интернационального большого количества числа спикеров, которые принесли новые идеи, какие-то новые положения, вот что... Что дал медиа-саммит? Во-первых, мы презентовали в рамках медиа-саммита официальный выход YouTube и Google в Казахстан. Я могу сказать, что с точки зрения медийной индустрии, агентского бизнеса, бизнеса медиабайеров, то есть это совершенно там отдельный пласт, который не охватывается ни медиа-курлтайм, ни другими похожими проектами, радикально будет влиять на подобные изменения, поверьте, да, потому что такой гигант, как YouTube, он очень быстро меняет сознание людей. И вот интересные исследования были презентованы как раз в рамках медиа-саммита, которые продемонстрировали чрезвычайную заинтересованность видеоконтентом в интернете, именно казахстанского сегмента, казахстанского поля. Это о чем? О том, что современные молодые люди, да, они наиболее уже востребованы интернетом, чем предыдущее поколение, во-первых. Во-вторых, как оказалось, казахстан стал лидером среди стран СНГ по посещениям различных YouTube-каналов, что интересно. Потому что мы все там усиленно рассуждаем о проблемах телевидения, о том, где сейчас молодежь там в рамках телевизионных каналов, а ее там нет просто, понимаете. И вот это было первое открытие, потому что исследования, которые были проведены YouTube совместно с TNS Gallup, они, честно говоря, обнажили очень интересные и тренды, и специфики медиапотребления в Казахстане. Это первое. Второе. В рамках саммита мы презентовали новый, совершенно, на мой взгляд, революционный проект «Программатик», который уже в ближайшем будущем выйдет в казахстанский ландшафт. Это проект по закупу аудитории в интернете и достаточно очень, с одной стороны, сложный, с другой стороны, интеллектуально продуманными инструментами, решениями. То есть, если раньше рекламодатели покупали конкретно сайты или клики, то сейчас мы понимаем, что большинство продвинутых рекламодателей начинают покупать аудиторию. И вот как ее правильно покупать, таргетируясь на определенные цели и задачи, презентовали наши коллеги из России. Я сейчас просто пытаюсь вспомнить название их компании. Ну, не суть, да? То есть, именно вот это решение программатики, на мой взгляд, было очень интересно. Также третье. То, что никогда в Казахстане не было сделано до настоящего момента. Мы впервые показали скрининги форматов. То есть, мы пригласили наших партнеров «Киев Медиа Уик». Это достаточно большой популярный индустриальный проект в Украине. И ребята там занимаются развитием телевизионной индустрии медиабизнеса уже давно. Мы регулярно принимаем участие в данных конференциях. Так вот, они привезли сюда проект, в рамках которого презентовали самые популярные международные телевизионные форматы. За вот этим контентом телевизионные каналы казахстанские ездят в Каны, в Россию, в Украину. И впервые мы привезли последнюю подборку, буквально свежую, горячую из Кан, прямо в Алма-Ату. И показали казахстанским телевизионным каналам самые свежие телевизионные там вот эти деморилы. Это третье. И четвертое, на мой взгляд, уникальное достаточно было событие в рамках медиасаммита. Это мастер-класс Каплана, который рассказывал о том, как писать правильно сценарии ситкомов. То есть, это работа уже непосредственно с совершенно новым там кластером участников медиаиндустрии, которые также не охвачены ни одним индустриальным событием сейчас в Казахстане. То есть, непосредственно там рекомендации по формированию контента. Вот что новое принес медиасаммит. И вы знаете, мы ощутили очень повышенный интерес к этому мероприятию в рамках его организации и по факту его завершения. То есть, на сегодняшний момент мы ведем переговор уже с несколькими партнерами по организации медиасаммита следующего года. Люди просто и компании хотят участвовать в этом проекте, поскольку они видят от него эффект и видят, какой интерес он вызвал среди участников медиаиндустрии Казахстана. Вот вы не один раз сказали, когда отвечали на вопрос, что раньше этого не было, раньше этого не было. Как вы думаете, а почему раньше этого не было? Потому что те люди, которые организовывали мероприятия, они просто как бы не видели этого людей? Или просто возможности нет выйти было? Это больной вопрос. Тех людей, которые привезли. Вы знаете, это больной вопрос, потому что, еще раз скажу, давайте сразу определимся, кто такие медийщики. У нас мероприятие подобного кластера организовывали, честно говоря, пиарщики. Я очень уважаю людей, которые делают подобные проекты, дай бог им здоровья и долгих лет жизни их проектам. Но время поменялось и сейчас необходимо включаться в данную индустрию именно профессиональным медийщикам. Понимаете? То есть, медиабизнес это не только пиар. Причем пиар в медиабизнесе Казахстана и в целом глобальном занимает очень маленькую долю. Основные ресурсы и деньги это средства массовой информации и рекламные бюджеты, которые обрабатываются и продумываются банковыми, плейнговыми медийными агентствами. Вот основные игроки казахстанского медиабизнеса. Те, кто, от тех, о кого реально зависит, куда пойдут бюджеты рекламодателей. И, собственно, от этих бюджетов зависит, какой контент завтра получат телевизионный канал и зритель в итоге. Так вот, мы в этом проекте попытались совместить интересы всех этих участников. В том числе и пиарщиков. Ну, пиарщики, естественно, для нас они имеют вторичную роль в данном моменте. Потому что основная медиа, среда, в которой мы крутились в рамках этого дня, она, конечно, была завешена в основном в интересах телевизионщиков и диджитальщиков. Почему не делали раньше? Ну, потому что, на мой взгляд, наверное, экспертизы не хватало. Во-вторых, это люди, которые занимаются другим направлением. И здорово, что есть подобные проекты. Но меня, на самом деле, очень печалило, почему там в России существуют подобные форматы, и мы их там регулярно посещаем. Почему в Украине проект, например, «Киев Медиовых» живет очень давно и успешно. Почему там казахстанские каналы все катаются в Кану, но при этом ни одного индустриального ивента, который отвечает интересам именно в этом ракурсе, не существовало. Собственно, вот иностранные проекты, скажем так, аналоги, они вдохновили. А, возможно, просто нет внутреннего спроса какого-то на подобный контент, на подобный проект? И, соответственно, подобные индустриальные ивенты? Знаете, если бы не было спроса, не было бы, во-первых, участников, во-вторых, не было бы и спикеров, желающих здесь выступать. Я могу ответить откровенно, ни одному спикеру мы не заплатили ни одного гонорара. То есть все участники, которые приехали из рубежа, а у нас были участники из Швейцарии, из России, из США, из Украины, ни один из них не попросил там денег. Почему? Потому что все понимают, что рынок Казахстана развивается, что сейчас сюда нужно вкладывать знания, экспертизу определенную, для того, чтобы получить плоды в будущем. В будущем году мы хотим количество иностранных спикеров еще увеличить, даже по сравнению с этим годом. Потому что, на мой взгляд, на подобных мероприятиях отечественные специалисты должны вдохновляться. Все мы очень часто друг друга лицензрием на различных индустриальных ивентах в Казахстане. Очень здорово, что у нас есть очевидные лидеры в медиаиндустрии, которые позволяют, благодаря своим тренингам, обогащаться знаниями. Но поверьте, знания иностранных специалистов, они всегда актуальны. Потому что они новые. Потому что мы их не слышали. И вот в рамках вот этих задач, мне кажется, и медиа-саммит будет принципиально отличаться от любых других ивентов. Дело дорогое. Честно говоря, мы не ушли в минус. Медиа-саммит ничего нам не заработал. Но при этом мы не потратили денег больше, чем вернулось за счет помощи наших партнеров. Ну и кассовым деньгам. Но медиа-саммит это не бизнес. То есть мы не хотим с этого проекта зарабатывать. Это просто такая пассионарная наша позиция. Ну и вот отсутствие такой, знаете, активной жизненной позиции, вот этой пассионарности среди казахстанских медищников, один из аргументов, почему подобных проектов раньше не было дополнительно. Расскажите немного о том, как шла подготовка к саммиту. Сколько человек принимало участие? Ну вот, чтобы как бы наши слушатели, зрители хотя бы могли понимать, какая работа была проделана? Ну, работа была проделана достаточно серьезная. Подготовкой занимались два актива. Это группа компании Dance Wages Network Казахстан, которая возглавляет, и агентство Медиафабрика, которое выступило ивент-партнером по данному проекту. Всего было задействовано порядка 30 человек в организации. Подготовку мы начали за полтора месяца до начала проекта. Некоторые спикеры подтверждались буквально в последний момент. Там были, конечно, ситуации сложные, связанные с тем, что, например, у одного спикера буквально в ночь до начала мероприятия умерла мама, он не смог приехать. Мы меняли утром, срочно меняли программу. Но в целом я считаю, что не было таких огрехов, достаточно серьезных, которые могли бы как-то очернить и организационную подготовку проекта, и в целом контент. Поэтому я, честно говоря, удовлетворен и доволен проделанной работой. Очень благодарен своей команде за то, что она, собственно, за короткие сроки очень качественно вытянула этот проект. Какой-то фэдбэк от иностранных партнеров, от иностранных спикеров, которые приехали, вы уже получили? Да, получили. Мы получили от всех иностранных спикеров слова благодарности, и письменно, и устно сблагодарили. Вы знаете, получили намерение от иностранных международных компаний, которые занимаются телевизионными форматами, в частности, поучаствовать в мероприятии следующего года. Мы сейчас составляем уже программу и определяем ключевых спикеров на будущий год. Потому что, вы знаете, очень сложно будет, конечно, перебить свою же планку. Потому что мы в этом году позвали топовых спикеров с международных больших организаций. Google, YouTube, Пивоваров приезжал, вы знаете. И сейчас, конечно, хотелось бы... Мы сейчас работаем на этой задачи, чтобы удивить каким-то образом казахстанских участников медиаиндустрии следующего года. То есть найти спикеров еще выше уровня. А что тут достаточно сложно. Все отозвались очень положительно. Считают, что это очень полезная инициатива для Казахстана и в целом для региона. Я думаю, что еще одна ключевая особенность, которую я не отметил, нашего медиа-саммита, в нем принимало участие представители семи стран. Что в корне отличает его от медиа-курлтай. На наш проект приезжают специалисты из телевизионных каналов, с агентских бизнесов из Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана. Сейчас мы активно разговариваем с представителями Кавказа, Армении, Грузии. Я думаю, что вот этот саммит, по сути своей дефиниции, должен в будущем определить международный статус данного проекта и усилить его. То есть вы считаете, что все те форматы, которые презентуют специалисты из телевизионных каналов, они, собственно говоря, к нашему рынку применимы? На самом деле они не презентуют, они приезжают поучиться. Эти люди приехали не для того, чтобы презентовать что-то. У нас не было ни одного спикера из стран Кавказа или Азии, Средней Азии в этот раз. Все эти люди приехали просто поучиться. Они купили билеты и сидели, записывали, фиксировали знания. Для них это площадка образовательная. То есть которая позволяет им получить от топовых спикеров знания намного ближе, чем Москва или Киев, и намного дешевле. Например, из Кыргызстана делегация приехала, что там больше 20 человек, по-моему. То есть там прям целый автобус их приехал. Что очень для нас радостно, потому что я считаю, что если подобный авторитет медиасаммит будет укреплять ежегодно, то мы получим достаточно серьезную, качественную международную аудиторию в ближайшие годы. Нет, я имею в виду те спикеры, которые приехали именно показывать те программы, про которые вы только что сказали. А, вы имеете в виду скрининги? Да, скрининги. Насколько это применимо в данный конкретный момент именно к нашему казахстанскому рынку. Потому что ведь не секрет, что отличаемся и от рынка России, и от рынка Украины, не только по глубине, по массе, по углубленности рынка, но и, собственно говоря, по неким таким, может быть, ментальным особенностям, культурным особенностям, даже, можно сказать, культурным и культурологическим особенностям. Очень много разных программ, шоу, которые востребованы в той же России и Украине. Вполне вероятно, может, оказывается так, что здесь не будет интересно. Ну, согласен с вами. Во-первых, они презентовали не российские или украинские форматы, а международные, которые разработаны на рынках США и Европы в основном. Во-вторых, вы знаете, телевидение современности не предполагает изобретение велосипеда. Все давно-давно уже придумано. Все форматы, которые сейчас существуют на казахстанском телевидении, ну, в большинстве случаев, это либо копипаст международных форматов, либо очень схожие на международные идеи. Поэтому в большинстве случаев задача скрининга заключается даже не сколько там в возможности адаптации этого проекта, а сколько во вдохновлении на, может быть, какие-то свежие идеи. Благодаря скринингам, скажем, в Каннах, я могу сказать это открыто, появилось несколько интересных телевизионных форматов, в том числе и те, которые мы запускали совместно с телевизионными каналами, которые нас просто вдохновляли. Понимаете, мы смотрим на идею, нам она кажется интересной, мы начинаем там креативить, адаптировать эту идею, пытаться ее совместить с нашими реалиями, с нашей ментальностью, разумеется. И рождается проект, который завтра выходит в эфир и, собственно, там пользуется популярностью. Однозначно нужны подобные мероприятия, потому что любому творцу нужно поле для вдохновения, то есть любому программному директору нужно посмотреть, что происходит за окном казахстанского телевидения, для того, чтобы как-то себя взвесить и сопоставить и свой бюджет, и свои интересы с международными трендами. Если вы хорошо, фэдбэк от иностранцев, от иностранных гостей был, а что важнее от наших участников? Была ли какая-то обратная связь? От наших участников важнее, конечно, желание... У вас же большой список, у вас же и наших был спикеров, местных отечественных звезд. Вы знаете, у меня было несколько открытий в рамках медиа-саммита. Первое открытие было в рамках панельной дискуссии, когда мы пригласили руководителей крупнейших онлайн-СМИ Казахстана, которые, как выяснилось, не все друг друга даже знали лично, то есть они там прям знакомились. То есть для меня это, конечно, было очень удивительно, потому что мне кажется, что рынок Казахстана настолько маленький, и в этом рынке варятся одни и те же люди, и, грубо говоря, мне кажется, что все давно друг другу уже знали. Вот как выяснилось, там многие познакомились, пообщались. Я им даже был модератором первоначальной этой сессии. Я сказал, ребята, вам хорошо бы там пообщаться за кофе, мне кажется, потому что в рамках панельки вы не охватили все вопросы, и дальше там люди ушли обсуждать их в холл. И очень важный момент. Знаете, он был прям красноречиво очевиден в рамках мероприятия. Когда мы открылись, это была первая там лекция, то есть панельная дискуссия, мы обсуждали, куда идет рынок Казахстана, там идет тренд и так далее. После чего был перерыв, и вы знаете, я увидел, как большое количество людей начали знакомиться друг с другом уже в холле, и даже из-за этого там мы затянули вторую панельную дискуссию. Вот это самое важное. Когда люди приходят на проект и начинают общаться, они получают новые связи, они обрастают новыми какими-то знакомствами, полезными. Там формируется какой-то нетворкинг. В рамках панельной дискуссии, например, мы выяснили о том, что кыргызские партнеры заинтересованы в копродакшене с казахстанскими телеканалами. И эта тема, насколько я знаю, получила продолжение. Вот это самая соль, потому что мероприятия подобного плана, они предполагают формирование нетворкинга. И, собственно, для этого они и проводятся, и для этого в большинстве случаев люди туда и идут. А регионы приехали? Регионы были, да, их было немного. Но мы очень много получали обратной связи от региональщиков, которые хотели приехать. По каким-то причинам некоторые не смогли это сделать. Обещали, что приедут в 2016 году. Ну, конечно, долю региональщиков мы хотели бы увидеть. Но они были. Они были из разных регионов Казахстана. Были телевизионные каналы, были онлайн СМИ, которые также подходили, благодарили за проект. Нам бы еще хотелось, конечно, в рамках медиа-саммита видеть больше государственных медиа. Потому что в этом году мы пригласили практически всех. По разным причинам присутствовать в качестве спикеров не смогли большинство из них. Но там было 20-летие Хабара. Потом какие-то еще дополнительные были нагрузки. Код командировки получились. Конечно, хотелось бы видеть и представителей государственных СМИ. Потому что часть вопросов кружилась вокруг тематики госконтента. Позиции государства в части производства отечественного контента. Соблюдение языковых порогов вещаний и так далее. Ну, надеюсь, что в следующем году они присоединятся. И все-таки, тем не менее, Виктор, что, вот помимо слов благодарности, какой был отзыв, отклик от наших коллег по рынку? Ну, вот помимо того, что все благодарят. Это понятно, у нас всегда все благодарят всех. Да, всем всегда все нравится. Ну, а какой отклик? Ну, вот именно в части практичности. В части практичности. В части нужности, востребованности, интереса того, что представили вы. Так как участвовали средства массовой информации, эту тему вынесли в обсуждение в новости, в публицистические программы, даже в ток-шоу я принимал участие на тему рекламного рынка. То есть то, что тематика проблем и перспектив медиабизнеса из, скажем так, таких посиделок агентских, канальных, переросла уже в формат общественного обсуждения. Вот, наверное, самое важное. Потому что люди, обычные граждане Казахстана, смогли через новости, вкратце хотя бы, достаточно скомканно, получить уже информацию о том, как выглядит вообще медиаиндустрия Казахстана, чем она живет и куда она идет. Ну, вот в группе на странице в социальной сети Facebook казахстанского медиа-саммита я прочитала все публикации, которые вы там выкладывали, посмотрела все сюжеты, которые там были выложены. Знаете, они, мало того, что сюжеты все были как под копирку, практически, и публикации были практически тоже все как под копирку. Вы знаете, я вам честно скажу, это не касается там медиа-саммита только. Это касается глубины копания тематики, материала на любую абсолютно повод, понимаете. Я могу сказать, что вот, когда мы презентовали книгу, или я давал интервью по части литературных каких-то своих результатов, то практически у всех, до смешного, одни и те же вопросы. Я не хочу никаким образом там, каким-то образом сейчас срамить там наших уважаемых журналистов, но создается ощущение, что в Казахстане на любую тему достаточно такой очень причесанный взгляд и желание там покопаться в глубине у большинства отсутствует просто. Есть шаблонные какие-то там наборы вопросов, есть уже, честно говоря, сформированные шаблонные наборы ответов на эти шаблонные вопросы. И здесь вопрос не к событию, а, наверное, к качеству самой журналистики казахстанской текущей. Это отдельная тема, кстати. Отдельная тема, которая там, возможно, требует отдельного саммита. Но очень сильно изменилось и поведение, и мышление, и ценности этих журналистов. Самое страшное, что сейчас происходит, что журналисты начинают врубать самоцензуру у себя в голове самостоятельно. Их уже никто не просит там. Им не говорят, что вот об этом пиши, об этом не пиши. Я как бывший журналист имею право об этом рассуждать, потому что я сам когда-то бегал с камерой и делал сюжеты. Но самое страшное для казахстанского и телевидения, и журналистики в целом, то, что у нас появилось понимание самоцензуры журналистов. Когда человек дальше уже не будет задавать вопрос, не будет доводить своим вопросом до следующего, какого-то более значимого результата общения. То есть вот эти вещи. И честно говоря, если раньше я понимал школу журналистики, я очень был там, скажем, вдохновлен работой интервью в Казахстане, таких специалистов очень серьезных. Я очень уважаю многих, кто там в начале нулевых был в кадре. То вот на данный момент я не совсем понимаю, кто учит современных журналистов, где они учатся и каким образом они практикуют вот эти новые навыки. Сейчас журналистика кардинально поменялась. Она стала конвергентной, она требует дополнительных знаний, экспертизы. И кто дает вот эти знания нашим современным молодым ребятам, которые трудятся на телеканалах или в онлайн, я не знаю, к сожалению. И не могу там, у меня нет права там их критиковать за это, потому что, наверное, это совершенно другая там область, которая требует отдельной программы. Ориентированность вот на какое-то вот, на внешне технические достижения у нас почему-то на нашем рынке зашло в ущерб именно качественной журналистской работы. Я абсолютно согласен, это отдельная тема. Мне кажется, она должна обсуждаться в большей степени не сколько там на медиакуралтах или медиасаммитах, сколько в стенах там университет и аудитории со студентами работы в большей степени. Потому что нужно там какие-то фундаментальные основы современной журналистики тоже уже людям нашим не просто в теории давать, а и как-то там показывать, что изменилось за последнее время. А почему не обсуждаю? Потому что, опять же, возвращаясь к теме, что такое медиа? Все мы понимаем слово медиа по-разному. Я вчера в Википедию открыл 40 дефиниций этого слова, начиная от того, что такое медиа в компьютере, заканчивая медиа, которую в наружной рекламе используются. Ну, то есть абсолютно разные значения. Люди считают себя медийщиками, но при этом никто не может понять, а кто эти все люди, если их объединить. Что такое медиа? Медиа – это способ коммуникации, донесения контента до целевой аудитории, по большому счету. И как это происходит? Через планшеты, через камеры, через перископ, сейчас очень популярный сервис, об этом мы сегодня говорили. Либо через какой-то перформанс личный. Уже становится вопросом выбора каждого, потому что медиа изменилась. И люди сейчас становятся медиа, понимаете? Есть люди, которые имеют аудиторию, позволяющую их определять как отдельная медиа. Ключевые блогеры Казахстана по охвату аудитории сейчас могут поконкурировать с серьезными газетами или телеканалами. Девочка, которая в интернете, в казахстанской аудитории, в ютюбе, Евгения Гейн, по-моему ее зовут, имеет порядка 200 тысяч подписчиков, ее видео собирает по 90 тысяч просмотров. Говорит о том, что по охвату она может конкурировать с региональными телевизионными каналами. И она медиа в одном лице, сам себе медиа. Масс-медиа в одиночку, можно сказать. Поэтому, что мы хотели затронуть на нашем саммите, как раз попробовать объединить разные форматы медиа современности и как-то попытаться с ними поговорить со всеми. То есть найти какие-то ключевые доводы, проблемы, обсудить их и, разумеется, прийти к каким-то решениям. Удалось это или нет, покажет время, но надеюсь, что мы идем в правильном направлении. Первый медиа-саммит был сосредоточен на телевидении и на интернете. В следующем медиа-саммите будет такой же фокус или же, к примеру, может быть, печатные знания вас заинтересуют как тема? Фокус, скорее всего, останется на телеке и диджитал, потому что я считаю, что это ключевые медиа для не только Казахстана уже, а в современном мире. Они показывают свою актуальность. Диджитал – это единственная медиа, которая растет, даже несмотря на рецессию и кризисы. То есть она дает рост. Телевидение, конечно, сейчас уже не растет. И в следующем году вряд ли будет находиться в динамике плюсовой. Но, тем не менее, это основные каналы коммуникации, которые в Казахстане наиболее популярны. Пресс сейчас очень сильно трансформируется. Как вы видите, она трансформируется в онлайн. Это тоже определенный тренд. Об этом тоже нужно говорить, кстати. Мы в этом году малого внимания уделили, честно говоря, прессе, печатке. Возможно, в следующем году мы сделаем более расширенный какой-то блок на эту тему. Но, в любом случае, телевидение и интернет останутся в фокусе. Продавать останутся. Да. Ну и в завершении нашего разговора я хочу, конечно, пожелать вам успехов в вашей дальнейшей деятельности. Это очень интересное начинание, полезное начинание. И я искренне надеюсь, что оно действительно даст реальные плоды, потому что понимаю внутри себя, что это будет зависеть, в первую очередь, наверное, может быть, не столько от вас, как от драйверов этой инициативы, как от инициаторов. А вот сколько именно от нашего полученного злосчастного рынка наших отечественных СМИ. То есть так, как они будут применять у себя на практике то, что как бы вот те возможности, которые вы им продемонстрируете. Вот. И все-таки в конце я бы хотела задать такой вопрос именно относительно лично вас, вашей другой ипостаси писательской. Мы с вами когда недавно встречались, по-моему, в конце лета, да, вы сказали, что ваша первая книга «Медиагрех» все-таки получила какое-то продолжение, вернее, получит на экране. Есть какие-то уже договоренности с экранизацией? Происходит сейчас в моей писательской деятельности. По поводу экранизации. Мы остановили пока все процессы по причине, ну, ситуации на рынке на самом деле. Потому что процесс достаточно дорогостоящий. У нас есть первоначальные договоренности там с рядом инвесторов, но экранизация романа предполагалась в Москве и с достаточно там серьезным ценником в несколько миллионов там, да, которые нам ребята предложили. Поэтому мы сейчас в поиске там решения, как это можно сделать там в ближайшем будущем, пока на холл поставили. Что касается писательской деятельности, то вот буквально недавно, ну, во-первых, произведение «Медиагрех» было отмечено в связи литераторов 21 века и в номинации там премии Леонардо, да, что там очень было приятно, конечно, получить от коллег российских. Во-вторых, я заключил сейчас контракт, ну, по сути, там подписываю его, с издательством «Экспо» на вторую книгу. Это будет не «Медиагрех-2», то есть мы договорились с издательством, что пока эту тему трогать не будет. Это будет деловая литература. Книга будет называться «Масс-медиа в одиночку», и она как раз будет повествовать о том, как сейчас меняется мир медиа и каким образом люди становятся самостоятельными медиа благодаря там интернету и своим активностям. Вот сейчас над чем я работаю. А почему «Сексма»? Они вам предложили или вы выбрались? Я сам выбрал это издательство. Во-первых, там тираж будет больше, чем предполагался изначально там с СТ. Во-вторых, ну, хочется попробовать второе крупнейшее издательство России в деле. Хорошо. Большое спасибо, Виктор, что вы пришли. У нас, я хоть пожелала всем доброго времени суток, у нас утро. Да, да. Вот, то есть перед началом рабочего дня Виктор решил дать нам интервью. Вам спасибо за то, что вы делаете. На самом деле, очень важный социальный проект, на мой взгляд. Вопросы культуры и искусства в Казахстане освещаются достаточно ограниченно. И, на мой взгляд, они требуют дополнительного внимания. Без развития культуры и искусства страна обречена на вымирание каких-то элементарных норм и ценностей, которые должны просто окружать современного человека повсюду. Вы вдохновляете людей, я уверен в этом. Спасибо вам за то, что уделяете внимание всем ключевым событиям в этой сфере. Спасибо за приглашение.